Скандальную участницу пан-группы Пуссерайт Марию Алехину выпустили на свободу по амнистии, которая объявила Госдума к 20-летию Конституции России. Рано утром 23 декабря Алехина инкогнито освободилась. Журналисты и все, кто хотел встретить ее у колонии, узнали о случившемся постфактум. Марию тайно увезли на автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний. Комсомолке удалось встретиться с девушкой уже через час после того, как она вышла на свободу. Участница Пуссерайт вместе со своим адвокатом приехала на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода, чтобы купить билет до дома. Я хотела бы встретиться с правозащитниками и заняться вопросом справедливых учреждений, заняться правозащитной деятельностью. Как насчет остальных участников? Я думаю, что мы встретимся уже сегодня. Уже сегодня в Москве, да? Да. С вокзала Мария Алехина отправилась на встречу с нижегородскими правозащитниками. В ближайшее время она даст свою первую пресс-конференцию после освобождения. Напомним, Мария Алехина фигурант одного из самых резонансных дел последних лет. Осуждена была на два года за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Сначала девушка отбывала наказание в Березняковской колонии, а после объявленной ею голодовки и целого ряда скандалов с администрацией и судьей этапирована в Нижний Новгород. С 5 августа 2013 года Алехина находилась в колонии номер 2 в Автозаводском районе. Работу ей нашли делопроизводителям в школе-призоне. А в октябре Алехина заявила, что если власть страны намерена освободить ее досрочно, то требует сделать это в рамках широкой амнистии. Я не имею морального права идти на процесс в тот момент, когда моя подруга, члены Нижнего Новгорода Толоконникова, такой возможности не имеет. Ее словно услышали, и Алехина попала под амнистию к 20-летию Конституции, принятой в декабре Госдумой и подписанной президентом. Сейчас за решеткой остается только одна участница пусси-райт Надежды Толоконникова. Ожидается, что в ближайшее время и она выйдет на свободу.